добрый день дорогие друзья я рад приветствовать вас сегодня мы поговорим об очень важной и с этической и с технологической точки зрения теме мы поговорим о словах благодарности и о том как важно научиться благодарить вселенную благодарность согревают душу как-то сказал эрих мария ремарк и это действительно так известно что просить о выполнении своих желаний и реализации мечты нужно правильно иначе получишь совсем не то что задумал как грамотно составить запрос заявить о своем намерении моделировать пространство вокруг себя этому посвящены множество статей в интернете людей учат тому как результативнее и быстрее что-то получить то есть их учат как быть эффективным потребителем но зачастую люди забывают поблагодарить за все что мы получаем или уже имеем большинство считает что благодарность это просто слова ритуал вежливости однако благодарность является не действием а очень важной позитивной эмоции человека мы обычно не испытываем чувство благодарности когда получаем что-то заслуженно по праву за деньги или по обмену благодарность к другим людям возникает в ответ на их альтруистический поступок то есть это форма щедрости мы выражаем благодарность бескорыстно чтобы показать людям что ценим их они потому что ждем чего-то взамен и именно по самому наличию благодарности по акту благодарения можно и отличить созидателя от потребителя потребитель не ценят то что дает ему вселенная он считает это как должное он расценивает это как какое-то обязательство вселенной перед ним в то время как человек который знает что такое созидание он естественно с большим трепетом и с большим пониманием относится к тому что вселенная предоставляет ему то что ему необходимо а иной раз даже больше чем он просил потому благодарность это маркер истинного созидателя цицерон как-то сказал что благодарность это не только самое важное добродетель но и прародитель всех остальных добродетелей и это очень точная фраза в этой в этом мудром изречении заложено отношение древних мудрецов к благодарности потому что спас сама способность благодарить а главное способность вспомнить о благодарности в момент когда вам хорошо как раз отличает человека знающего цену любому поступку и любому дару какие способы благодарности лучше использовать при общении со вселенной но во первых необходимо прямо сейчас прекратить жаловаться на жизнь и завидовать уже одно это откроет вам больше возможностей улучшить настроение повысит энергетический уровень очистит разум есть еще одно упражнение называется она 20 горошин купите 20 горошин или бусин косточек камушков да что угодно положите эти 20 горошин или бусин в карман сумку куда вам удобнее и начинайте с ними работать нужно в течение 21 дня замечать все позитивные моменты в вашей жизни произошедшие за день все что вам приятно любой мимолетный хороший момент за который вы могли бы сказать благодарю и это не про получение благ или плюшек в кавычках это намного проще и намного глубже проснулись утром поблагодарите вселенную за новый день который вам дан скажите благодарю и переложите горошину в другой карман или в другое место в сумке в течение дня наблюдайте и замечайте все приятные моменты и отметив их опять переложите горошину в другой карман вам улыбнулись на улице послали вашу сторону хорошую энергию приятно переложите горошин освободилось место на парковке еще одна горошина вам подарили неожиданный комплимент уступили место придержали дверь вернули долг пришла добрая мысль улучшилось настроение мы таким образом тренируем свой мозг заставляем его замечать позитивные моменты попробуйте и подсчитайте сколько горошин вы переложили получится ли у вас перекладывать по 20 горошин в день может вначале это будет трудно но такой тренировкой можно добиться отличных результатов этим вы повышаете свою включенность держите свое внимание в текущем моменте относящимся именно к вам и вашей жизни более того приучая себя испытывать благодарность вы открываете свою жизнь для позитивных изменений событий и людей само слово благодарность несет мощную энергию через это чувство вызванное заранее тело начинает ощущать что ожидаемое событие уже произошло а мироздание отвечает не тому что мы хотим а тому кем мы являемся нашему внутреннему состоянию то есть свою счастливую жизнь можно просто создать причем не руками а своими мыслями и чувствами а если мы заранее соответствуем позитивным событиям их происходит намного больше они приходят к нам каждый день еще одна техника исцеляющая сознание от негативных эмоций энергии и состояний это письмо вселенной возьмите чистый лист и напишите следующий текст дорогая вселенная я полностью доверяю высшей силе создавший меня и верю что я на правильном пути с каждым днем моей жизни становится все лучше и лучше но только это самое начало это шапка вашего письма а дальше придется потрудиться но это будет очень приятный исцеляющий труд напишите фразу я благодарен или благодарна за то что и дальше каждый пишет то что приходит в голову если вы пишете письмо благодарности вселенной в первый раз то придется написать свою биографию от самого дня рождения это будет необычная биография каждый ее факт или история из вашей жизни будет продолжаться объяснением почему вы чувствуете благодарность самый главный совет который здесь я хочу вам сказать пусть ваша благодарность силам вселенной будет носить очень сокровенный а стало быть очень тихий характер благодарите вселенную громко внутри но тихо снаружи пусть никто не знает что вы ее благодарите не делайте это демонстративно перед камерами во всеуслышание пусть это будет режим молитвы и благодаря этой простой духовной практике вы будете нарабатывать особую мистическую связь с силами вселенной но и кроме того не будем забывать что тот человек кто умеет благодарить вселенную за ее дары и помощь может рассчитывать на большее но только в том случае если он искренне благодарен вселенной за то что она ему предоставила ну и конечно вселенная принимает нашу благодарность не только посредством слов чем же еще мы можем отблагодарить вселенную за те как комфортные так и дискомфортные ситуации в нашей жизни как те ситуации в которых мы расслабляемся и наслаждаемся жизнью так и теми ситуациями в которых мы учимся и эволюционируем благодаря ним конечно же самым главным языком помимо наших слов с чувством наполнено является язык наших поступков и вот как же мы можем отблагодарить вселенную через наш поступок это конечно же этика нравственная победа над самим собой ваши нравственные с высокой этической планкой действия они являются высшим актом благодарности вселенной говоря языком различных духовных учений это практика нравственности и это один из очень важных языков выражения нашей благодарности вселенной за ее дары говоря языком различных духовных учений это практика нравственности. И это один из очень важных языков выражения нашей благодарности Вселенной за ее дары. Но часто нам не нравятся дары Вселенной. Ведь не бывает так, чтобы все в жизни шло как по маслу. Негативный опыт, ситуация, неприятные люди, несправедливость. За что тут благодарить Вселенную, спросят многие из вас. Но дело в том, что любой опыт стоит принимать с благодарностью. Необходимо расширять грани своего сознания, чтобы даже в негативе видеть полезный урок и благодарить за него. Вспомните русскую пословицу «все перемелется, мука будет». Есть похожие поговорки и в других культурах. В английской «пена уйдет, вода останется», в французской «время великий мастер». Можно вспомнить и легендарную надпись на кольце царя Соломона «все проходит и это пройдет». Но русский вариант имеет важное отличие. Выходя из передряг и переосмысливая негативный опыт, действия, которые к нему привели его результат, человек получает муку и может из нее создать новое будущее, лучшую жизнь. Обращаю ваше внимание, что Вселенную можно благодарить не только за комфортные условия. Дело в том, что у людей, как бы они это ни отрицали, но очень часто у людей есть четкое обозначение симпатии к комфорту и антипатии к дискомфорту. То есть, что комфортно, то хорошо, а вот что дискомфортно, то как бы уже и не очень. И вот люди в основном, они если и благодарят, то благодарят исключительно за комфорт. А ведь дискомфортная часть жизни не менее важная часть жизни. Дискомфорт – это процесс нашего воспитания, именно для этого он нам и дается. И именно поэтому различные духовные традиции, мистические традиции, в различных культах, учениях, философиях акцентируется внимание на важность благодарения за испытания, за дискомфорт в нашей жизни. Потому что благодаря дискомфорту и благодаря трудностям мы растем. И растем куда более эффективно, куда более быстро, с куда большим КПД, как сегодня говорят, чем когда мы погружены в исключительно комфортную среду. Мой вам совет. Благодарите Вселенную не только за комфорт в вашей жизни, но и за испытания. Если сможете преодолеть вот эту дуальность, то вы обретете много новых интересных пространств и глубин во взаимоотношении со Вселенной. Как сказал когда-то публилий Сир, тот, кто умеет отблагодарить, получает еще больше. Советую вам всегда об этом помнить. Благодарю вас за внимание, друзья. Всего вам доброго, света, мудрости, силы и благодарности в ваших сердцах на духовном пути. Увидимся на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик и увидимся в последующих выпусках.